Тактильные копии экспонатов появились в Музее истории и религии Санкт-Петербурга. Включение тифломаршрутов в постоянной экспозиции и временной выставке стало одним из ключевых направлений развития российских музеев в последние годы. В частности, в Музее истории и религии посетители с нарушением зрения смогут изучить архаические и традиционные верования, религии древнего мира, а также раннее христианство. Мои коллеги расскажут подробнее. Тифломаршрут продолжительностью 60 минут начал свою работу в Музее истории и религии. Для слабовидящих посетителей в натуральную величину выполнены копии некоторых экспонатов, позволяющие изучить предметы с помощью прикосновений. Сейчас мы находимся в зале раннее христианство. И в этом зале у нас предусмотрено 4 остановки с рассказом об основах христианского вероучения. Здесь можно просмотреть и распятие школы Джотто, и икону Господь Саваоф. И сейчас мы стоим с вами рядом с тактильным экспонатом «Оклад Евангелия». И это такой уникальный экспонат в нашем Тифломаршруте, потому что это не копия. Это подлинный оклад, который был передан в дар музею. И руководство музея решило, что этот экспонат будет доступен для всех посетителей, и будет доступен для тактильного осмотра людьми с нарушениями зрения. Работа над проектом заняла у специалистов более года. За это время был разработан маршрут по трем постоянным выставкам. Он включает в себя, помимо копии отдельных значимых экспонатов, рельефно-графический альбом и аудиогид с Тифлокомментарием. Сопровождение по маршруту осуществляется с помощью волонтеров, прошедших специальное обучение. Первая экскурсия для слабовидящих посетителей оказалась удачной. Для меня это два момента. Первый, поскольку я музейщик, то вообще тема доступности музеев для меня, конечно, важна, как для музейщика. Второе, я не просто незрячий, я человек, который профессионально занимается проблемами незрячих. Поэтому у меня и профессиональный интерес к этому. Третье, вот с чем я столкнулся вот здесь, в этом музее, часто с неформальным отношением именно к инклюзии. У нас же это часто произносится, но часто за этим словом не стоит ничего. Вот именно поэтому мне и кажется, что то, что вот сегодня здесь происходит, это история достаточно важная. Экспозиция тактильного доступа и Тифло-маршрут созданы при методической поддержке Санкт-Петербургской центральной библиотеки для слепых и слабовидящих. Следует добавить, что Музей истории и религии уже 10 лет реализует образовательную программу для таких людей. Она называется «Светлый мир». КОНЕЦ